Истинно говорю вам, Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Усекновение главы Иоанна Предтечи Великий Пророк Божий, Предтечий Креститель Господень Иоанн, Проповедовал на реке Иордан. Его призыв к покаянию и очищению от грехов Привлекал к нему множество народа. Люди каялись в своих неправдах и, погружаясь в воды Иордана, Принимали от Иоанна Крещение покаяния. Но проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. Вскоре ему предстояло принять мученическую смерть. Иоанн обличил галилейского властителя Ирода Антипу В грехе прелюбодеяния За беззаконную связь с Иродиадой, Женой его брата Филиппа. Ирод Антипа посадил святого пророка в темницу, Однако он чувствовал величие и святость узника И не решался предать смерти своего обвинителя. Иродиада же была коварна и зла. Она ненавидела пророка И стремилась погубить дерзкого разрушителя своего благополучия. Прошло около года. Ненависти Родиады и ее яростные желания мести Увеличивались день ото дня. А нерешительность тирана Не могла надолго защитить Иоанна Крестителя. Благоприятный случай для мщения Скоро представился. Ирод праздновал свой день рождения. Подражая восточным царям, Он сделал большой пир для вельмож, Тысячи начальников и старейшин галилейских. По обычаям Востока Женщины не смели присутствовать на пиршествах мужчин. Во время подобных пиров Плясать дозволялось только рабыням. Однако дочь Иродиады Ко всеобщему изумлению Пренебрегла обычаями. Она вошла к пирующим В легкой одежде танцовщицы И начала плясать. Юная танцовщица заворожила гостей Сладострасным танцем И привела их в неописуемый восторг. Разгоряченный вином И восхищенный танцем Ирод Склятвой обещал дать своей падчерице Все, что она не попросит. Хотя бы до полцарства его. Это было хвастливое и легкомысленное обещание. Услышав слова Ирода Девица с радостью побежала к матери Просить совета Что ей ответит царю. Кровожадная Иродиада сказала Проси голову Иоанна Крестителя Возвратившись к пирующим Плесунья хладнокровно Объявила цену своего танца Ирод опечалился Ибо чтил пророка Конечно, он мог сказать, что обещал обычные подарки Украшения, золото Даже города и доходы сокругов Он должен был сказать, что его обещание Не может распространяться на жизнь людей Но царь растерялся Ложный стыд перед гостями Заставил его совесть замолчать Ирод испугался насмешек пирующих И не побоялся суда Божьего Он послал палача в подземелье крепости Где томился предтеча Вскоре палач вернулся Голова великого пророка Была принесена на блюде И отдана девице А та передала страшный трофей Своей коварной матери Ученики Иоанна взяли его обезглавленное тело И положили его во гробе Близ города Севасты Скорбное событие усекновения Главы Иоанна Крестителя Церковь отмечает ежегодно 11 сентября по новому стилю В этот день установлен строгий пост Суд Божий настиг беззаконных убийц пророка Он был уже здесь, на земле Согласно преданию Дочь Иродиады погибла ужасной смертью А Ирод По доносу своих же родственников Был обвинен в государственной измене Его лишили имения И всех привилегий Вместе с Иродиадой Отправили в ссылку В удаленные места Галлии Там, в темнице Они бесславно окончили свои дни Поистине кровь праведника Не осталась без отмщения Ибо знает Господь путь праведный А путь нечестивых погибнет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok